Здравствуйте, с вами Евгений Карташов и в этом видео уроке я покажу, как можно автоматизировать установку цветового баланса на изображение, точнее баланса белого. Не секрет, что часто при съемке JPEG баланс белого отклоняется от нормального значения и фотографии могут получиться либо с холодным, либо с теплым оттенком. Как от этого избавиться мы рассмотрим в данном уроке. Я использую метод, который описал Андрей Журавлев в своей статье на сайте PhotoTips и сейчас я его продемонстрирую в своем изложении в этом видео уроке. Итак, для того, чтобы нам нейтрализовать вот такой холодный посторонний оттенок на изображении, нужно добавить к нему противоположный оттенок. Как это сделать? Для начала нужно найти средний цвет изображения. Согласно проведенным исследованиям, среднестатистическая картинка будет иметь средний серый цвет. Если же в картинке преобладает какой-либо цвет, например, снята девушка на красном или на зеленом ярком фоне, то такой метод не сработает. Он работает для картинок, где цвета распределены относительно равномерно. И это следует учитывать и иметь в виду при использовании данной методики. Для того, чтобы нам получить средний цвет изображения, я дублирую фоновый слой комбинации клавиш Ctrl-J, затем перехожу в меню Filter, Размытие, Среднее. В английской версии Adobe Photoshop это будет Filter, Blur, Average. Нажимаю и получаю вот такой цвет. Как можно увидеть в палитре Info, в нем избыточный синий оттенок. То есть изображение имеет холодный оттенок, что в принципе и так видно на глаз. Теперь мы должны внести в изображение противоположный оттенок. Для этого данный слой нужно инвертировать. Нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-I. Вот это противоположный цвет. Как видите, он теплый. Теперь для того, чтобы нам внести его в основном в средние тона, мы используем режим наложения перекрытия или Overlay. Выбираем режим наложения перекрытия. И вот у нас на изображении уже появился теплый оттенок. Но при этом может измениться яркость изображения. И для того, чтобы этого не произошло, нужно вот этот слой привести по яркости к среднесерому значению. Как это делается? Для того, чтобы его привести по яркости к среднесерому значению, нужно создать сверху новый слой. Затем перейти в меню редактирования, выполнить заливку и выбрать здесь 50% серый цвет. Нажимаю ОК. Теперь этот слой нужно наложить на нижележащий через обтравочную маску. Для этого я помещаю курсор между слоями. Нажимаю и удерживаю клавишу Alt. И возникает вот такой значок со стрелочкой. Кликаю. И слой действует как обтравочная маска. Теперь мне нужно изменить режим наложения вот этого верхнего слоя на яркость. Или Luminosity в английской версии программы. Смотрите, что было без этого слоя и что стало с этим слоем. Яркость изображения теперь не меняется. Но явно изменяется его цветовой баланс. Он стал более теплым. Эту последовательность действий можно записать в Action и использовать ее для пакетной обработки. Для того, чтобы регулировать силу эффекта, мы можем объединить эти слои в группу. Для этого выделяем слои с нажатой клавишей Shift. И нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-G. Вот мы получили группу. И здесь мы можем регулировать непрозрачность. Либо, если эффект покажется недостаточным, продублировать данную группу и настроить непрозрачность по своему вкусу. На этом все. С вами был Евгений Карташов. До встречи на следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok